Ениакит, Турция. Артисты обогащаются на христианской традиции. 2 миллиона за 2 часа. Редакционная статья. Ениакит, Турция. 29 октября 2019 года. Христианский праздник Рождество внедряется в мусульманский мир под видом празднования Нового года. При этом для некоторых артистов эта западная традиция стала каналом получения крупнейших доходов. Оказывается, за 2-часовое выступление на Новый год Таркан. Таркан, получит ошеломляющий гонорар. Рождество или иначе Новый год, одна из христианских традиций, которые внедряются в мусульманские общины с целью развращения, разрушения исламского мира. А для некоторых артистов эта традиция подразумевает возможность озолотиться. Выступая на Новый год, который отмечается христианским западом, центром тирании, ереси и всевозможной эксплуатации, артисты зарабатывают баснословные гонорары и прямо так и обогащаются. Некоторые знаменитости Турции, выходя на сцену развлекательных заведений каждый Новый год и получая за это неимоверные суммы, подготавливают почву для попадания современного поколения мусульман в тискересе и греха под видом развлечения. Два миллиона за два часа то, что современное поколение мусульман, которые должны быть верны национальным и духовным ценностям, развращается под маской празднования Нового года, а некоторые артисты обогащаются, получая высокие доходы, вызвало возмущение общественности. Поддержал провокацию в отношении Каздага. Несколько месяцев назад Таркан принял участие в попытке спровоцировать массовые беспорядки якобы против вырубки деревьев в Каздаге, горный массив на северо-западе Малой Азии, примечание пер, но вскоре выяснился один занятный факт, касающийся самого певца. Таркан на своей странице в соцсетях опубликовал фотографию Каздага и написал, что за ненасытная жажда денег и власти. Как можно одним махом продать природу, историю, культуру своей страны ради ренты? Это происходит практически по всему миру. Почему власти, которые оказались там, где они находятся, благодаря голосам народа, мнят себя хозяевами страны и полагают, что они вправе делать все, что им заблагорассудится? Однако вскоре выяснилось, что в 2010 году Таркан приобрел себе виллу в районе Каздагы. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.